Украинский ЦИК подсчитывает голоса на выборах в Верховную Раду. Прогнозы экзит-пула взбываются. С большим отрывом лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Всего в Раду проходят пять партий «Слуга народу» — пророссийская партия Юрия Бойко, партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», платформа Юлии Тимошенко «Батькевщина» и партия музыканта Севастьяна Вакарчука «Голос». Украина проголосовала на досрочных выборах в Раду. Партия «Слуга народа», созданная президентом Украины Владимиром Зеленским, по предварительным данным Центр избиркома, лидирует с большим отрывом. «Это не только огромное доверие, это огромная ответственность. Для меня лично и для всей команды. Мы не подведем украинцев. Вы знаете наши приоритеты. Извините, что повторяюсь, они те же, что и у каждого украинца. Я уверен, закончить войну, освободить наших пленных и победить коррупцию». Однако партия Зеленского, похоже, не набирает простого большинства. Это значит, что для формирования правительства «Слуги народа» необходимо будет вступать в коалицию с другими силами. Предварительные данные показали, что в Раду проходят пять партий. На втором месте оппозиционная платформа «За жизнь». Кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Она набирает около 13%. Далее следует европейская солидарность Петра Порошенко и Батькивщина Юлии Тимошенко. Обе получают свыше 8%. Партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука также преодолела 5-процентный барьер и сможет занять места в парламенте. Я проголосовал за ЕС, я проголосовал за НАТО, я проголосовал за европейскую и евроатлантическую Украину. Украину, которая точно двигается вперед, возвращается в семью европейских народов. Потому что эти два мощных союза, ЕС и НАТО, являются гарантами мира, безопасности и процветания народа Украины. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись из-за распуска парламента Владимиром Зеленским. А явка, по данным ЦИК, составила чуть выше 50%. Но кто бы не победил на выборах, они унаследуют страну, находящуюся в центре противостояния между Западом и Россией. Им необходимо будет провести согласованные с международными донорами реформы, чтобы получить миллиарды долларов новых кредитов для поддержания стабильности экономики.